Сразу в этом месте мы видим три двери. Первая, вторая и третья, соответственно. А также ключ, который валяется на полу. Возьмем вот этот ключ. Этопичный кинжал не лучше, чем дефолтный топор, спрашивает Калеб? Нет, наверное, не лучше. Но, кстати, одна проблема, что здесь не отображаются характеристики предметов. Совсем не отображаются. Вот, скажем, например, во втором, а в Beholder там вроде отображаются. Что, чем лучше, насколько. Гном походу был задирой, разголыми руками пиявка размером с пони. Внагдаун отправлял. Ну-то, конечно. Будут ли подобные пожертвования, где будет определяться следующая игра на стриме и формат? Да, Саша Джексон, скорее всего, будут. Но чуть позже. Вот мы сейчас закончим афбихолдер, и тогда я сделаю дополнительное объявление. Ну, это могут по ныкскому параллельно будем проходить. Так, ну что, направо пойдешь, дверь найдешь, налево пойдешь. Ключ потеряешь. У нас три выбора. Давайте пойдем по центру просто. Прямо вот по центру взяли и пошли по центру. Вставляем ключик. Дверь открывается, и мы видим какие-то провалы. Если нажать вот такой рычажок, то провал закрывается. Ну, например, для этого провала рычажка нету. Нужно кидать камень. Ну, можно кидать не камень, а, например, вот такой даггер кинуть. Хоп. А ты катаклизм хочешь проходить, спрашивают лиц. Какой катаклизм? А, это ты имеешь в виду, который Дарк Дейкс Ахэд? Ну, катаклизм мне не очень нравится, потому что мне не нравится зомби-тематика. Наверное, видимо, из-за этого и вообще сурвайвл игры далеко не мое, не мой жанр. Чтобы воспользоваться щитом, надо на него нажимать? Можно им, по-моему, бить вот как-то так. Если его убрать в руки, опять ставить. Я с этим вопросом 100% не разобрался. Так, ну что, куда мы можем повернуть? Сюда. Здесь у нас есть кнопочка, которая открывает и убирает вот эту ловушку. Которая, в общем-то, нам не особо нужна. А это вот эта ловушка открывает. Окей, обошли мы эту небольшую часть с ловушками. Что мы тут видим еще? Рацион. А вот и ключик, который нам нужен для того, чтобы пройти дальше. Мы, конечно, можем свалиться сюда. Но я не буду этого делать. Закроем вот так вот проход. И выйдем. Какое железо будешь брать? Ну, а об этом расскажу чуть позже. Я на следующей неделе, надеюсь, все успею сделать. Что зависит от многих факторов. Тут и деньги вводить надо, и все остальное. Это жутко неудобно и долго. Наст, играл в Colonization? Да, играл в Colonization. Так вот, насчет апгрейдов и всего остального будет отчет. Если да, я сказал, что все будет, значит будет. Ждите. Так, где там у нас ключ, кому я его отдал? Теперь пойдем направо. Тем временем... Тем временем глянку я на кое-что. Прекрасно. Если мне не изменяет память, пишет Rust in Peace, можно ударить врага оружием, кликнуть по нему, чтобы взять, ударить руками и положить оружие обратно в слот. Попробуй. Попробуй обязательно, но это уже слишком хардкорно. Играл я... Так, так, так. Это я видел. Твои стримы можно слушать, как и аудиокниги. При этом все понятно, что происходит, говорит Хруст. Спасибо тебе. Возвращаемся к игре, заходим во вторые ворота. Что мы здесь видим? Во-первых, по-моему, проща валяется здесь. Возьмем слингу. Кому ее отдавать, даже не знаю. Наверное, знаете, что? Возьмем в руки слингу. Передадим камни. Можем ли мы ее использовать? Да, слушайте, можем. На пояс вешаем камнем. И еще один камень видим. Хм. Интересно, плита какая-то. Вот здесь какая-то странная вымка, которая похожа на кинжал. В нее, наверное, нужно кинжал вставить. Шепчущий голос говорит. Иллюзии. Серьезные иллюзии. К сожалению, камень придется оставить на месте. А что, нас замуровали здесь? Я не понял вообще, в чем дело-то. Эй! Эй! Демоны! Выпустите! Все прощу. Фууууу! Есть! Вырвались отсюда просто. Трор получает левел экспириенс. Магдар получает левел экспириенс. В общем, у нас левелап, но есть двое. Это наши файтеры. фронтлайнеры. Так. Я уж вообще-то перепугался. Куда нас... Зачем заперли вообще демонические создания? Что вы творите? Ахаха. Откуда мы пришли? По-моему, отсюда пришли, да? Да, отсюда мы пришли. И теперь, соответственно, идём дальше. Вся игра так и пройдёт в этих унылых, мерзко пахнущих подземельях. Ну, и здесь довольно много. Они не все унылые, не все мерзко пахнущие. Они самые разнообразные подземелья. Это не прощает стринги. У-у-у. Лиц шутник. А на ту полку с ключом можно что-то положить для улучшения? Нет, на ту полку нельзя. Не все полки одинаково полезны. Да, я с ней забываю укрываться, перекатываться и нажимать X. Графон же, говорит, волос. Конечно, графон. Графон просто шикарнейший. Такого графона я давно не видел. Это честно, на самом деле. Потому что такие замечательные старые игры. Я не играл почти что. Я вот как-то пропустил мимо себя все вот эти трёхмерные РПГшки, которые были времён 90-х, там, 80-х годов. И чё у нас? Dead End? This looks like a travel marker. Это как какая-то метка путешественника выглядит. Интересно, интересно. Это очень странная какая-то вещь. Я даже не знаю, что с ней делать. Тут, по-моему, был кто-то, то ли Marvel, то ли ещё кто-то, кто говорил, что играл в эту игру и чуть ли не до дыры её там просто заиграл. Вы можете мне сказать что-нибудь на тем того, что вот с этим маркером можно сделать? Что мне жутко просто любопытно. Но, как бы, с другой стороны себе особо спойлерить не хочется. Давайте попробуем даггер вставить. Вряд ли это поможет, конечно. Так. Где у нас у кого есть даггера? Просто как метка путешественника. Сколько всего левелов в данжене? Да, я, кстати, этого не сказал. Здесь 12 левелов. 12 уровней. И, соответственно, в 12-м нас ждёт финал с боссом, который проспойлерен в самом названии игры. Вот что само по себе замечательно. Кто-нибудь объяснит, как установить OpenX.com? Легко. Качаешь OpenX.com, качаешь оригинальный первый X.com и читаешь видник OpenX.com. Так. Ну что? Непонятно, что с этим делать. Слушайте, мы пройти через неё можем. Я просто насквозь прошёл, получил свиток щита. Офигеть. Вот этот ворот. Так, мы отсюда пришли, да? А что это за руны? На Тол из Освит Апиас написано не всё таково, каким оно кажется. Представляете? Оказывается, стена... Не стена. Кажется стеной. Она не стена на самом деле. Так, и здесь мы были. Слушайте, я путаться начинаю. Уже в трёх соснах просто. А здесь вообще пусто. Здесь ничего нету. Так, здесь у нас есть проходы. Прекрасно. Это то, что нам нужно. Ещё одна метка путешественника. От этого может развиться клаустрофобия. Самое, что она есть. Настоящее. Проходим к ещё одной метке. Берём рациончик. Ключик. А здесь у нас стрелы есть. Прекрасно. Стрелы можно в колчан сложить, наверное. Отсюда их можно отставать? Да, можно. Это прекрасно. Так. Теперь здесь мы были. Проходим вперёд. И возвращаемся. Тем же путём, которым мы шли, да? Или я прошёл назад. Ой, лол. Ой, дайс. Ой, дайс. Заплутаешь. Чувствую. Ой, дайс. Неспроста это всё. Сколько здесь разных тайных проходов. Вы только посмотрите. А? Я только что сейчас пришёл из вот этого прохода. А здесь есть ещё повороты. Сюда. Привет, чистокол. Фиксер говорит, из-за того, что кнопка передвижения нажимаешь ты, вообще непонятно, куда ты движешься. Да я сам не очень хорошо понимаю. Напомню из какого-то города. Я из Самары. Угу. У Далавани, походу, строили стены, которые далеко не стены. Может быть, может быть. Ой, может быть. Ещё как. Может быть. Может быть. Так, я плутаю, да? По-моему, я по кругам начал ходить. Так, срочно спасайте вообще. Что творится? Ой, жесть. Смотри, какие классные игры делали в те времена. Вот вы себе представьте. Ну, вот я иду, да? Иду, иду, иду. И прихожу туда же. А здесь... Здесь у нас такие ещё проходы. Сейчас первый лейл прошёл. Да, я прошёл первый лейл. Я на втором нахожусь. Здесь карту рисовать не нужно. Нужно. Есть даже карта. Но, знаете, с картой всё равно вряд ли получится всё хорошо сделать. Итак. Вот карта этого уровня. Так вам хорошо видно. Говаль спрашивает, что из еды у тебя? Голод близок, так помрёшь от голода. Нет, не помру, всё будет хорошо. Да, если пока не умер, так и не перестанешь ходить с открытым инвентарём. Да, конечно. Это беда просто. Итак, мы находимся вот в... Сейчас скажу, какой... Вот в этой части. У нас есть секретные двери, которые ведут отсюда. Соответственно, нам нужно пройти просто вперёд. Да, мы вышли. Представляете? Всего лишь нужно было пройти вперёд. Это было то, что нужно сделать, а я чего не делал на протяжении, наверное, долгого времени. Кто ключ взял? Упс. У него же руки трясутся у Дрора. От того, что он облуждал в этих подземельях. Так, у нас тут есть, во-первых, руны. Только сильный пройдёт. Вот так вот. You shall not pass, говорит нам, как бы, стена. Намекает на то, что всё не так просто, как кажется. Пробуй правила левой руки. Ага. Ещё какое правило предложите? Да нет, конечно, всё уже. Прошёл я. Полстрим уйдёт на то, чтобы понять путь назад. Нет, не уйдёт уже. Я вернулся. Что нужно в РПГ, чтобы сделать 4 рипа, убрать карты из игры. Да, именно так. Так, так, так. Здесь у нас ничего нету. Только сильный пройдёт. Значит, нам нужна сила для того, чтобы... Чё? Да вы шутите. You can't go that way. Пару раз мы побились в дверь. И наша партия силы выбивает дверь. Что значит сила партия? Тут мы видим. И мы видим, как кидает кто-то топор. Хе-хе-хе. Так, стоп. А мы не можем двумя топорами пользоваться? Да что ж такое-то? Что за беда? Придётся использовать вместо второго топора кинжал. Скинь. Лучше ссылку на карту, говорит Фейсген. Может быть, скину. Куплю ли вепку? Нет. Я у меня какая-нибудь комфора, чтобы сидеть с вепкой. Тут, ты понимаешь, всем маячить чем-нибудь. Не знаю, чем обычно маячить на вепках. О, кинжал подходит. Закрываем инвентарь. В конце концов, инвентарь нам не обязательно нужен. Ого, ещё дверь открываем какую-то потайную. Открываем силой и бьём. С первого же удара разрываем зомбика просто на части. Кстати, заметьте, мы до сих пор не использовали магию. А с магией здесь есть такая фишка. Можно запоминать заклинание. Выбираете кого-нибудь. И у вас есть возможность. Пока что нет никакой возможности. У нас запоминает заклинание второго уровня. И заклинание клирические тоже второго уровня. Вот, у нас появились клирические заклинания второго уровня. Возьмём aid и hold person. Говорят, так надо. В общем, будем следовать советам умных людей. И, возможно, они нам пригодятся. И после того, как вы запомнили заклинание, вам нужно отдыхать. То есть нажать rest party. Пока что не обязательно это делать. Так, мы тебя по карте направлять будем. Говорит, максимус пять. Да, если помнишь, ты во время медового рогалика говорил про новый флаут. Пишет Дани... Данил Белл. Про новый флаут? Ну, не совсем новый. Я говорил, помнится, про флаутов. Невада, вроде бы. Так, что мы видим? Ещё один рейшн. Ещё зелье. И ключ последний. Куда нам теперь идти с этим ключом? Кто-нибудь может сказать? Вы знаете, где мы ещё не были? Ну, здесь определённо не были. Сто процентов вообще. Какой-то кинжал магический, заметьте. Он светится так, что прям... Так, а тут что-нибудь у нас есть? Нету ничего. И тут пусто, да? Представляете? Кругом пусто просто вообще. Беда-то какая. Ходим кругами вокруг столба. Заходим в какой-то непонятный... О, дверка. Давайте покликаем в неё посильнее. No one is able to impart it open this door. Кинжал, видимо, нужно использовать опять. Да, действительно, открывается. Получаем... Рейшн. А что нужно положить на эту плиту? Давайте попробуем камень положить. У кого у нас есть камень? Что нам это даёт теперь? К сожалению, ничего не даёт совершенно. Камень я, пожалуй, заберу. Хотя, может быть, даёт, мы просто не знаем об этом. Какие прекрасные цвета. Упушны, говорит Калев. Ну, так на то они и пушны, чтобы быть цветастыми. Так, понятно, вокруг этого места мы тут ходили. Соответственно, сюда мы возвращаемся. Мы оказываемся в комнате, с которой есть раз-выход, и всё, собственно, да. Хорошо, что только раз. Only strong shall pass. Это мы уже видели. Мы как раз, собственно, зашли сюда. Вот отсюда мы появились. Вперёд ходили. Сюда ходили. И где-то здесь должна быть возможность... Нам, наверное, спуститься вниз нужно, я так понимаю, да? Или что вообще? Ну, это вопрос, конечно, вопросов. Вот здесь, например, как пройти, да? Согласитесь. Кинжал светится синим. Это черенковое излучение. Выброси, он радиоактивный, говорит Блэк Хэйте. Хэйте. Ну да. Он радиоактивный. Это целебная радиация. Она спасёт нас. Ты камень в стене пропустил, который нажать можно, говорит Ти Волкер. Как давно-то это было-то, а? Как давно? Ладно, вернёмся. Поищем камень, который мы пропустили. Окай, 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 окай. Вот этот я нажимал, да? Естественно, здесь я был. Затем кинжалом я пользовался, вставлял. Эту дверь открывал. Сюда попадал. Отсюда всё брал. Так. Это куда у нас путь? Это путь в никуда. Значит, мы сюда вот должны идти, да? Здесь я никаких камней не пропустил. Кинжал для походов в клуб. Заходишь, такой, у тебя в ультрафиолете светится. Опа, все девушки твои, говорит Чистаков. Ну, знаю, я толк определённо в том, как в клубе себя вести. Так, здесь мы тоже ничего не пропустили. Здесь у нас со всех сторон обходим. Внимательно смотрим. Тоже не пропустили. Портал! Крысы. В том направлении крысы, представляете? Знак выглядит похожим. А что сзади? Не знаю, что сзади. Эта дверь манит меня. Она просто говорит, дай сподойди ко мне, давай, открой меня. Никто не в состоянии открыть эту дверь. А, вот нам ключ нужно сюда как раз ставить. Ключ не подходит. Нужен другой ключ какой-то. Куда мы идём? Я вообще уже плохо представляю, куда мы идём. Мы заходим в тупик. Пробуем идти направо всё время. Ходим, бродим, ходим, бродим. Находим какой-то рацион. Ммм, это неплохо. Этот рацион можно отдать куда-нибудь в бэкпак сюда. Вот на пояс повесим. О, портал, говорит Максимус. Именно портал. Здесь очень много крутых спецэффектов. Таких, как полёт, например, дротика или портал. Больше нету. Не завезли. Ха-ха-ха, Даниэль, Дани... Почему я не могу этот ник нормально просчитать? Сори, чувак. Данил Белл. Говорит, спасибо, Дайс, что стрим на выходных. Ну так, пожалуйста, всегда рад. По выходным удобнее даже стримить. Опа, кого мы видим? Куда, куда стоять? Стоять. Во, привлекли его внимание. И добили. Он куда-то нас вёл определённо. Ещё один. Это вы называете крысами? Грязные, мерзкие. А, ладно. Хотел заклинание использовать, но, к сожалению, не судьба. Так, ну и где мы? Где же мы? Вот здесь есть возможность как раз применить ключ. Видимо, мы правильной дорогой шли. Левел экспириенс у нас получают почти что все. Наверное, даже все тут просто строк не поместилось в нужное количество. Прекрасно. Прекрасно. Карту скини, вдруг тоже соберусь поиграть, говорит Фейсген. Ладно, хорошо. Договорились, сейчас скину карту. Ну, где она там была? Я её закрыл, наверное. Тайс ж наркоман, что ли. Зачем карту закрыл? Не, не специально. Окай. Да, 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 да. И где карта была? Почему у меня в списке последних закрытых вкладок этого нету? Так, недавно закрытые вкладки, открытые вкладки, ещё какие-то непонятные. Вот есть у нас тема наркомана на главной, которая была недавно открыта Дайсом. Аркомана на главной, это интереснее, видимо, было, чем карта. Но всё, карты нету. Такие дела. Мы потерялись. А, вот она карта. Тьфу ты, я её просто в отдельном окне открыл же. Так, карта находится по вот этому адресу, который я сейчас скину в чат. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Если на очередном пожертвовании я кину... Сколько там? Саша Джексон опять миллионы долларов собирается кинуть. Но в этот раз он собирается кинуть всего один миллион долларов. А до этого собирался два кидать. Видите, с каждым разом всё меньше. Что-то в этом есть, видимо, как-то потихонечку сдувается бюджет. Говорит, и если я выйду в топ, то я могу выбрать абсолютно любую игру, даже такую, которая даже в реформале в минусе находится, которая даже нет в реформале, и любой формат, который я пожелаю. Саша, тебе нужно задоносить больше 25 тысяч, и всё будет в ажуре сразу же. Начну стримить что-то другое. Например, не знаю, ты доту, наверное, хочешь увидеть? Ведь правда я тебя понимаю правильно? Всегда, пожалуйста. Может быть, какой-нибудь Battlefield 4. Всё для тебя. А, шучу я, шучу. Слишком толстым, видим, конечно. На него Турнандент повесили? Да, видимо. Тут есть какие-то сверхмощные касты, разносящие врагов в клочья. Да, конечно, есть фаербол. Вот без фаербола бы всё было бы неполноценным. Дайс такой, Дайс, сам спрашивает, сам отвечает, сам оправдывается. А то, а то. А сейчас ты чё скинул? В смысле? В смысле, чат чё скинул? Я PDF-ник скинул с картой. С карты уровней. Очень неплохая штука. Орку достаточно было бы мха сполна, но дайс выбрал вора и дварфа. Да, конечно. Вор, дварф. С какой-то такой, видите, на глазу повязкой. Так, только не доза, говорит Калеб. Да нет, что вы, никакой доты. Я вам как-то, помнится, уже говорил, что доты не будет. Привет, Дайс, что тут творится? Творится трэш-угар и I of Beholder, игрушка 91-го года. Один из классических представителей, самых таких классических представителей трёхмерных ролевых игр по ДНД. Будешь стримить Куки Кликер. О, Тиволкер, это запросто просто. Куки Кликер хоть сейчас стримить буду. Куки Кликер вообще-то замечательная вещь. Если кто-то не знает, что это такое, то Куки Кликер охрененен просто. Есть староу. Так. Так, запоминаем есть староу всем. Э? Да. Pray for spells. К сожалению, не можем пока что. Но запомним мы это чуть позже. Пока что мы только что открыли дверь вот этим ключом. И сейчас пойдём вперёд дальше. Дэв не грузится, как не грузится, у меня грузится. Какой там у нас левел? Ну как какой? Большой, конечно же, огромный. Вот это вот третий левел. У неё тоже. Четвёртый левел у нас... Ну, в общем, видите, да? Четвёртый левел у Трора. А четвёртый левел Вора у Магдар. И третий уровень Файтера у неё. У Аматара и Гвейнен по третьему уровню Клерик и Мага. И что мы находим? Мы находим ботиночки. Господа, ботиночки наконец-то нашли. Ну, в кои-то веки хоть что-то полезное найдено. У кого нет ботиночек, держи. Аматар наконец-то с ботинками у нас. Просто ожидал этого момента на протяжении всего стрима. Бумага... Он... Ну, что же нам делать тут теперь ещё? Где тут ключ, который нам нужен? Открою, наверное, тут маленький спойлер, который я вам сам же, собственно, и скинул. Потому что где-то должны быть ботинки. Боттлен лидер, рунс. И фико поймёшь, где-то может быть... О, локсильвера, это L1 должен быть на карте. Куда мы пошли? Л1 должен быть где-то далеко. И это, видимо, по той ветке, по которой мы шли сюда. Вот, да, мы сейчас находимся. Я понял, где. Наконец-то. Может, вопрос уже был, но ты играл эту игру раньше? Нет, не играл, конечно. Вот вся прелесть таких старых игр, что вы не могли их, скажем, там... Когда вы с ними знакомились, вы знакомились с ними без каких-либо подсказок, без прохождения, без помощи друзей, без всего. У вас, айвбе-холдер появился, предположим, да? Время 92-й год. Никакого интернета не существует. Ничего. У вас есть только мануал, который к ней прилагается. Вот вы в одиночку, самостоятельно, всё с самого начала начинаете обследовать. Хардкор? Хардкор, безусловно. Кома на уровне карты. На втором уровне карты находимся. И сейчас мы находимся в правой верхней части от середины, там где, или один правой верхней самый. Вот отсюда мы, соответственно, пойдём, 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 пойдём. И найдём ключ, конечно же. Только не знаю, где мы его найдём. Надеюсь, мы его найдём. Как бы, да, пацаны, сможем. Денег нету, говорит Фиксера, но если ты в ближайшее время не пройдёшь космических рейнджеров, я съем эту беспомощную маленькую печеньку, она будет тесниться в кошмарах. Но всё, я обречён, я обречён. Ничего же не сделаешь. Так, выходим отсюда. И поворачиваем вот в этот проход. И теперь по нему, виляя здесь, плутая, мы пойдём вперёд. Здесь есть открытый проход куда-то в другую часть подземелья. Уже открытый. И открытый спереди. Я вообще всё здесь открыл. Ну так, если мы пройдём, то можем попасть в комнату с колонной по центру, да? И с проходом сюда. Вот, отлично. А нам, знаете, куда нужно? Нам вот сюда нужно. Да, нам в этом направлении, безусловно, идти нужно. Есть. Открываем дверь. Здесь какая-то плита. И на эту плиту мы сейчас что-то положим определённо. Давайте глянем, что мы можем положить. Кинжал? Нет, камень. Открыли плиту. Прекрасно. И входим в помещение. А, кто там? Смотрите, сколько там всяких страшных существ. Надо подготовиться к битве. Все готовы читать заклинания. Все готовы биться. И сражаться до последнего. Да, из гном отобрал ботинок у эльфа и начал жевать. Не прозрачный намёк, говорит Алекс. Окей. Кто-то бежит. Кого-то догоняем. Есть. Победа просто наша. О, шлем нашли. Прекрасно. Отдаем шлем сюда. Выкинутый кинжал возвращаем на место. Подбираем камень, безусловно. Какая-то дверь открылась только что. И появляются зомби. Есть, добиваем зомбиков. Что у нас за зелье? Potion of Healing. Зелье исцеления. К сожалению, стакать их нельзя, но давайте зелье исцеления дадим еще одному персонажу. Где же мы сейчас? Ага, вот нам нужно сюда. Здесь мы что сделали? Здесь мы нажали на какую-то кнопку, отжали ее, точнее говоря. Не знаю, что это значит, но вот этот рычаг, он что-то открывать должен. Что же может открывать этот рычаг, как вы думаете? Возможно, проход как раз третьим уровнем. А может быть и нет. Вот мы разворачиваемся от этой стены, от этого места и идем вперед. Сюда, сюда, сюда. Подбираем камень, конечно же, потому что он нам нужен. Камни вообще самая важная вещь здесь. Да, беги от нас. Все. Убиваем спину зомбака. Отлично, когда у вас есть клерик в пати. Куда я иду вообще? Что я делаю? А, я понял, куда я иду. Прекрасно я осознал все тут же. Внезапно. Так, нам сюда еще один. Ну-ка, беги давай, спасайся. Но мы тебя догоним. Есть. Догнали. Догнали, но куда я повернулся, в общем, вопрос. Туда ли я иду, господа? Все, похоже, я потерялся. Так, мы сейчас идем на восток, да? Нам нужно идти на восток, правильно. Что мы можем сюда вставить? Давайте ставим кинжал. Он требует ключ, говорит. Печаль. Печаль, беда. Полечить. Не может ли полечить? Может, конечно. Давайте попробуем полечить. Курлайт вунц. Опа. Что-то как-то не очень лечит, согласитесь. Мог бы больше. Так, мы опять оказались у этого места, где нужно ключ использовать. Вот портал, из которого мы пришли. Через этот телепорт мы можем отправиться к месту, где находится... Еще один телепорт. Так, если мы ставим таким образом, то мы можем пройти сюда. Сюда. И у нас есть проход. Проход. Х5. Х5, Х5. Что значит у нас Х5? Вот переключатель номер 5. Что с ним делать вообще? Ох, жесть. Гвинен таки похожа на Николь Кидман, трорно-жирного Арагорна Магдарна, Мишеля Родригеса и Аматарна Мэрил Стрип, пишет Франкен. Ну, может быть, не знаю. Я не совсем с ними в курсе, как они внешне выглядят. Дайс, когда Кролл третий сезон будешь стримить, когда второй дойду, я его второй заморозил, но не дошел. Потому что наша картошка с Приган не смогла. Привет, Дайс, картка расскажи про игру. Лабиринты, туннели, секреты, монстры. И, в общем, в подземельях плутаем без карты. Это просто жесть и жопа большая. Так, ну что мы можем еще сделать? Энтри-левел. Ага, энтри-левел. Что бы это ни значило. Здесь у нас какой-то вход в комнату, в которой ничего нет. Как у нас там с голодом? Кстати, голод подступает потихонечку. И давайте рассуждать логически, господа. Вот, собственно, карта. Так, здесь вам ее видно. Да, вам ее должно быть полностью видно. Почему тебе не нравится Легенда Горио Рока? То же самое, только графика лучше. Да вообще, потому что вот эти игры, они прошли меня. К сожалению, я всю эту эпоху полностью пропустил. И даже после того, как, собственно, я начал играть в старые игры, я не стал играть в это. И поэтому я просто не знаком с таким жанром. Там достаточно, чтобы, как сказать, любить его. Ну вот, вполне себе неплохое знакомство. Даниэл Белл говорит, у меня три часа ночи, но я выдержу, я должен. А теперь быстренько поднапряглись, господа, и смотрим, где мы находимся. Мы сейчас находимся вот в этой комнате, которая отмечена как вход L1. Здесь был замок, который открывался серебряным ключом. Мы открыли все замки уровня L1, которые открывались серебряным ключом. Так, так. Дальше. У нас вот этих вот крестиков, секретных стен, больше нету. Это секретные стены, они все исчезли. Где мы были, а что мы делали? Мы нажимали на кнопку. И здесь рычаг должен быть еще какой-то. Даже не знаю. Вот нам нужно попасть сюда. X2 это проход дальше, на третий уровень. Потому что написано. X2, например, to level 3. Так? Вот. Мы здесь уже можем пройти. Но требуется ключ L2. А ключ золотой где-то нужно найти. И где он, вот фиг его разберешь. Ну, вот так вот играли раньше в эти игры. Представляете, блуждаете вы по подземелью. Ходите, бродите. Пытаетесь решить задачку. Зарисовываете все это в блокноте. А тем временем тикает там голод. Вы потихоньку становитесь очень-очень-очень оголодавшим. Истощавшим. Итого и гляди, все закончится печально. RRRR-R1. Даггер Руна. Руна. Ага. R1-1. R1-2. Руна. Понятно. Далеко до Бихолдера. Во Флейм. Еще 10 уровней. Мы находимся на втором. Сейчас почти что уже прошли его. Так. Так. Второй уровень-то громадный просто. Ключи же у зомби был. У какого зомби какой ключ был? Давайте посмотрим, что у нас есть. Упс. Святой символ. Нет. Ключа нету. Ну, можно, конечно, бегать кругами вполне себе. В конце концов, карта-то у меня есть. Бегать кругами-то вообще всегда хорошо. Это просто прекрасно. Но сюда я не пойду определенно. Здесь я тоже был. Вот сюда забежать, возможно, имеет смысл. Но здесь я тоже был изначально, походу. Еще ты их кормишь? Да, кормлю, конечно. Приходится просто. Они жрать хотят постоянно. Как тамагочи. Помните те древние времена? Раз в 90-е годы. И тамагочи. Ох, которые от голода и всего остального дохли. От отсутствия внимания. А еще школьников, которые от сдохших тамагочи сами покончали жизнь самоубийством. Вот лохи. А в стримах? Что во флейм-стримах? Что в стримах? Расскажи мне, пожалуйста, вопросы. Нужно задавать вполне, а то непонятно. Стрелу попробую вставить, где написано «крысы». А, точно. О, вот это тут хорошая идея. Это просто замечательная идея. Спасибо. Итак, где там «крысы»-то были? Что без карт не разобраться. У нас телепорт Т1. Нам нужно пройти, следуя левой рукой, вдоль до, собственно, портала. Следуем по правилу левой руки. Вот и портал. У кого-то была стрела. Сейчас найдем у кого. This sky rank looks familiar. Не подходит, к сожалению. И дросик тоже. Просто портал. И здесь та же самая ботва. Крыса. Мы просто телепортуемся вот через этот портал к месту, где нужно ключ вставить. Понимаете, в чем дело? До вихолдера столько осталось... А, сколько? Ну, так я говорю, 10 левелов. Это второй. Можешь провалиться в дырку. Да, да. Я так и сделаю сейчас. Так, а походу я запутался. Опять заплутал. Нет, вообще здесь в двух стенах этих... Четырех, трех. Скольки вообще их стен тут понастроили, понимаешь? Кто их вообще строил? Кто вы такие? Зачем вы здесь это все сделали? Потому что нельзя было канализации простыми сделать. Это же город вашу маму. Так, все, я нашел опознавательный знак, где можно, в конце концов, выяснить, где я нахожусь. И я нахожусь вот здесь. Нам нужно вернуться вот так вот. Собственно, нам нужно от телепорта двигаться, опять-таки, по левой руке. Строго по левой руке. И мы выйдем в то место, откуда мы начинали. И там, где можно сброситься, разбежавшись, прыгнуть. В канализацию прыгнуть только максимум. Можно, к сожалению. Ну, что есть, то есть. Так. Левая рука, держи меня. Веди. Guide us. И так. Only strong shall pass. Мы зашли туда, откуда все начиналось. Вот это была дверь какая-то. А, ловушка открытая. Ну что, проваливаемся, господа. Три хитпоинта получили все. Огребли. Есть выход отсюда, безусловно. Ну, нашли поушин. Хилинг. И где-то здесь есть скрытая дверь. Определенно. Где же? Давайте глянем еще раз на подсказочку. Стена построила бешеный строитель изумедового рогалика. Вот эта хорошая, правильная теория. Она мне очень нравится. Эта теория объясняет просто все. Вот мы находимся сейчас здесь, вот в этой части подземелья. Q1 называется. Х4 от подъема наверх. То есть нам нужно от подъема клетку перед выемкой. Вот что сделать нужно. Угу. К сожалению, прохода нету. Говорят, нет. Вот и все, тут его. А должен быть. То есть прямо он показывает, что здесь, вот в этой клетке, есть проход вперед. Какой-то секретный. Как он открывается, без понятия совершенно. Не хватает зелья растворения стен. Согласен. Эх, сейчас с зельем растворения стен-то просто взяли бы. Ворвались бы. Нет, походу здесь совершенно бесполезное место. Зря мы проваливались. Может ударить стенку, где написано Only Strong Shall Pass. Нет, Only Strong Shall Pass значит, что в этих стенах, что в этом ответвлении, там есть возможность... Так, что у нас там возможности есть? Потому что у нас там есть возможность открывать заклинившие двери. Ну вот мы выбрались. Мы опять находимся в этом X1, в этом коридорчике, где есть пути в три стороны. R1 мы уже попробовали. Dagger runes rune заюзали. Здесь мы походили, нашли переключатель и что-то еще. Ключ, видимо. Button. Нажимали, видимо. И вот после того, как мы вот это все обошли, мы пошли в эту сторону. Пошли, 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 пошли. И пришел пад. Нажали или нет? А вот нажали мы или нет? Да или нет? Да или нет? Скажите мне. А что мы могли открыть еще? Вот где мы не были из этих мест всех? Наверное, нам сюда нужно. Вот я что-то здесь должен был пропустить. Толкать с другой стороны. Да и конечно. Может ударить стенку, где написано он или стронг? Не, я уже читал. Лучше зелье выпрямления туннелей. Конечно, конечно. Зелье выпрямления туннелей. Как я не подумал. Теперь по левой руке опять идем, 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 идем. И по левой рученьке, рученьке, рученьке заходим прям сюда. Все, строго, строго левым образом пойдем. Идем налево. Налево пойдешь, фиг знает, что найдешь. Направо пойдешь. Ничего не найдешь. Pressure plate. Что за pressure plate? Вот у меня он немножко смущает. Так, портал пропускаем, естественно. Нажимать или отжимать надо вот эту кнопку, непонятно. И зачем главное? Идем, идем, идем. Куда зайдем, непонятно. А, вот. Здесь нужно открыть. Вот. Здесь что-то открылось или закрылось, непонятно. Здесь мы открываем вход вот в эту комнату, вот этим вот переключателем, рычагом. А в комнате, а в комнате пусто, представляете, вообще вот этот поворот, а? А в комнате-то ничего нету. И зря сюда пришли, получается. С X5 перейди на X6 и дальше вниз на X7. Попробуй, вдруг ты там не был. X5, X6 это переход на другие уровни, которые сейчас недоступны. Надо найти спиртного. Все тоннели сразу станут прямыми. Девушки красивые, график реалистичный. Больше камней, для бога камней на плитах, конечно. А что после этой игры сможешь легко в лесу ориентироваться по мху? Не факт. Вот тут, знаешь, прям, уж где не факт, так здесь. Так включить его нужно или отключить, вообще непонятно. Оно было включено или отключено изначально? Я вот не помню этого, к сожалению. И не ясно совершенно. Что с этим теперь делать? Где-то что-то должно открыться, правильно? То есть где-то должно быть место, где может лежать золотой ключ. У кого-то, где-то, как-то. И что я вижу? Открывается еще одна какая-то дверь. Как я это сделал, очень сложно понять, к сожалению. Есть, одного убили. Рубим, давайте. Не так. Есть. Надеваем шлем второму нашему воину. Подбираем камешки. Открылось две двери каких-то. Даже три. Есть. И мы находим внезапно лук. Вот так посмотрите, мы нашли лук. Это не так уж и плохо. Еще одна дверь. А за этой дверью еще двое. Обращаем нежить в бегство. Быстрее бежите со всех ног просто. Камень в рожи тебе получи. Ох. Неплохая битва, конечно. Да только толку. Еще один шлем. Можем ли мы его надеть? Вполне можем надеть. Без проблем. Надо нажать, а потом нажать. Пора сделать рест пати. У тебя ноль спилов. Да, давайте рест пати. Они там хиляются, пока что отдыхают. Друг друга в разных позах хиляют. Ох уж. Уж хитрецы эти. Нужно принести курицу в жертву демонов варпа. О, и все наладится. Такой инфы не было. Тут торговля есть какая-нибудь? Нет, вроде бы. Теперь с луком ты должен тащить. Конечно, я буду тащить. Просто тащить и тащить и тащить и тащить. Пока, собственно, до конца не затащу. Все. Отдохнули. Скоро уже кушать, наверное, надо будет. Не знаю даже. А этому можем лук дать? Давайте попробуем ему дать лук. Вместо символа святого. И у него не работает лук. Он стрелять не умеет вообще. Ты же как-то неумелый, а. Ну и где мы? Куда-то перенеслись. Здесь еще двери. Кругом-кругом двери. Кстати, метать топоры никто не хочет. А метать топоры-то, знаете, хорошая идея. Вполне себе. И поешь сразу. Ну давайте попробуем поесть. Что-то маловато мы поели. Ох, маловато. Еще один шлем остался. Одеваем последний шлем. Теперь мы все в шлемах. Такая партия шлемастая. Бьют нас скелеты воина. Почем зря просто. Но мы им отвечаем тем же самым. Так, камни на место. У нас какой-то свиток найден. Медж скроллфон. Визибилити тейкен. Магический свиток инвизибилити. Инвиза, то есть. Ну это хорошо. Я полутал много разного вкусного. Ну вот в чем вопрос? А что дальше-то делать-то? Открылось очень много дверей. Куда я вернулся? Где-то место, интересно, находится. Очень-очень интересно мне. Потому что меня, походу, замуровали демоны. Коррекшн фасилити. Хм, интересно. Что-то коррекшн фасилити делает. По-моему, оно по самой небалусь откорректировало уже нас. С карты играешь? Ну да, карты есть, конечно. Но я в ней ориентируюсь, наверное, не лучше, чем в этих подземельях самим по себе. Кормишь салом? Нет. Чесноком только. Читер. Читер, конечно, читер. А что ты хотел? В северном шлема злая. У всех шлемы есть. Больше скажет. Вот инфогнито правильно говорит. Он еще и с гайдом играет. Но гайд я читать не могу. К сожалению, он слишком большой. Ну вот у меня карты есть. Я попал в какое-то место. Наверное, я попал сюда, видимо. А, точно. Знаете, я, наверное, здесь сейчас нахожусь. То есть я каким-то образом попал в это место. Х6. Х6, up to X5, down to X7. Х5. Х7. И нам нужно в Х7, наверное, попасть. Каким образом с помощью переключателя Х5-Х6 мы можем попасть в Х7? Вот, чем меня интересует. Если это так действительно, то мы сможем, наверное, попасть в последнюю комнату, которая нам нужна. Я надеюсь. И там что-то найти. Вот. Мне уже кажется, что ты тут лифтами пользовался только что, говорит, во флейм. Да, это действительно лифты. На самом деле они самые. Вот что теперь нужно юзать для того, чтобы пользоваться лифтом. Представляете, вот я человек из-за какого-то фэнтезийного мира. Я лифта в жизни не видел вообще никаком виде. И тут я встречаю лифт. Ну, во-первых. Давайте начнем с того, что здесь нужно найти сам лифт. Так. Вот он. Да. И здесь, соответственно, как раз correction facility. Когда я нажимаю. The room seems to move. О! Появляется долгожданное сообщение о том, что комната подвигалась. Камешек. Камешек всегда хорошо. Камешек нам пригодится. И мы как раз поднялись на седьмой этаж. Туда, куда нам нужно было, собственно говоря. Торнандец сработал. Надо теперь за ним гнаться. Давай. Мачи мертвого. Чтобы еще мертвее был. Подбираем назад камни наши. Тут два камня было. Да, вот они. Вниз на их семь. Да, я на их семь спустился. А что, было бы, если бы карты генерировались? То был бы даггерфол. Та-да-дам. Та-дам. Даггерфол. Даггерфол. Даггерфол это просто зло. Так что я вот отсюда пришел, да? Сюда прошел. Теперь мне сюда. И вот он, золотой ключ. Вот он, ключ моей мечты. Наконец-то. Дружане, я тебя так долго искал. Так долго бродил по этому подземелью. Наконец-то ты найден. Есть же ж. Просто затащили, а. О, переехали на другой этаж. И где мы теперь? А мы теперь там, где надо. А-па-па-па-пам-парам-папам. Самое главное было разобраться с механикой лифта. Вот эти Х5, Х6, Х7. Они как раз позволяют путешествовать как бы на лифте. И нам теперь от Х5 надо идти к... К телепорту назад. К Т1. Мы телепортнемся к Т2 и сразу к выходу. Куда это я? Не туда. Вот, собственно, лифт. Вот телепорт. И все, у моего цели. Есть же ж. Как затащили. Ключ золотенный. И тот самый, конечно, да. Дальше, какой следующий рогалик? Ну, во-первых, у нас не пройденный дом. И не пройден стонсуп второй раз. Откуда тут зомби? Как это не помнишь? Ну, вот они есть здесь. Мы отправляемся на третий уровень. И не пройдем. И не пройдем. Спасибо.